Как работает гидрант? Он круглогодичного пользования. Посмотрите, сколько света и пространства. Находиться в такой беседке просто кайф. Это самый обычный гофра 16 мм. И самые обычные клипсы. Берем дрова и топим камин. Как мы собираем стропильную систему без единого уголка? Во-первых, мы зонируем пространство, разделяя его. Во-вторых, создаем стиль и красоту. С последнего раза доделали костровую зону. Установили очаг, сидение, спинка, подлокотник. Убери с каждой части по 2-1 см и уже результат будет другой. Мы только что построили дом и можем заходить уже в отделку. Мы не боимся, что где-то задержится влага. Остекление главного фасада здесь более 6 метров. И мы столкнулись с некоторыми проблемами в процессе монтажа, с которыми я хочу с вами поделиться. Такой огромный вес могут выдержать только алюминиевые конструкции. У этой системы точечный опор. Перед вами 4 костыля. И чтобы выдержать такую нагрузку, мы сделали бетонную подготовку под каждый костыль. Но чтобы цена дома не была запредельной, остальные оконные и дверные изделия выполнены в ПВХ. А чтобы они соответствовали внешнему виду алюминия, они окрашены с двух сторон. Любой стеклянный фасад должен обслуживаться. И в данном случае он обслуживается и меняется только с внешней стороны. И для этого нам нужно снять вот этот элемент. Когда мы делаем деревянные откосы на ПВХ окнах, мы ни о чем не беспокоимся и просто подводим его к раме. Потому что штапик находится с внутренней стороны и очень легко меняется. В случае с алюминиевой системой деревянный откос заводится за саму раму. Для того, чтобы вот этот штапик мог меняться. В этом случае любой элемент этой системы может легко меняться в любое время года. Я очень часто в обзорах говорю, что наше типовое решение это однослойная стена из газобетона 400 мм. Во-первых, это быстрее и дешевле, чем многослойные стены с утеплителем. Во-вторых, человеческий фактор. В однослойной стене практически невозможно ошибиться и ее очень легко проверить. Однослойная стена самая простая в дальнейшем монтаже любых фасадов. Это вентфасад. Мы используем самые примитивные уголки из ЛСТК профиля и обычные бруски. Более простой и дешевой системы вы не найдете. Везде, где вентфасад, черный цвет. Там, где штукатурка, белый. Далее мы просто наносим обычную армирующую сетку и сам состав. Ничего более простого вы не найдете. А самое главное, на штукатурке не будет никаких трещин, проступающих грибков от теплоизоляции и прочих проблем, которые есть на фасадах с утеплителем. Штукатурочку берем, отколерованную в массе. У вас никогда не будет проблем с высылами и внешним видом фасада. Все материалы выбраны паропроницаемы. Мы только что построили дом и можем заходить уже в отделку. Мы не боимся, что где-то задержится влага. Обратите внимание, как нестандартно выполнена подготовка под карниз кровли. Была увеличена высота стропильных ног на 100 мм. И это реально геморройная работа. Но при этом мы достигли две цели. Во-первых, это внешний вид. Посмотрите, как круто выглядит высокая торцевая часть карниза кровли. Во-вторых, когда мы выполняем карниз кровли главного фасада, мы подшивной доской подходим в один уровень с окном. Таким образом, мы получаем богатый вид кровли и реально стильный главный фасад без лишних элементов. Здесь формируется еще один выставочный дом. Для того, чтобы вы могли сюда приехать, посмотреть наши типовые решения и выбрать то, что вам нравится. Новый навес с хозблоком. Разрабатывался с чистого листа для дома Лофтхаус Р-90. Каждый узел выполнялся в первый раз и делался индивидуально для этого дома. Две короткие стороны навеса зашиваются рейкой. Такое решение мы неоднократно применяли. У хозблока размером 3х6 метра есть две двери. Первый вход под навесом, а второй выходит на участок. А это как раз то решение, о котором я сейчас говорил. Зашивка рейкой того или иного сегмента. Во-первых, мы зонируем пространство, разделяя его. Во-вторых, создаем стиль и красоту. Беседка 4х6 метров. Здесь будет располагаться обеденный стол, а сверху люстра паук. В дальней части гриль-зона. И подсвечивают ее три люстры. Это гриль, это разделочный стол и мойка. По костровой зоне уже покажу, когда будет сделан каркас. Еще пока ничего не понятно. Но будет оно в новом стиле и, конечно же, выглядит, как всегда, круто. И вот такой вид будет с костровой зоны на беседку. Опорные столбы фиксируются сваями и обжимаются шпильками. Сверху прогон делаем из двух досок. Далее собираем стропильную систему без единого уголка. Между стропильных ног делаем вставку из той же самой доски. И по периметру пробиваем гвоздями. Никаких уголков не надо. На вес жестко фиксируется к хозблоку из газобетона. Поэтому никаких укосин и распорок для жесткости не надо. С последнего приезда сделали освещение и силовые розетки. Установлена раковина. Далее мы будем делать сами столы сверху из нержавейки. Будет специальная накладка. Жара, мороз, влага, что-то режется ножом. Любые материалы, кроме нержавейки и камня, просто разрушаются. Ну а у нас уже сделана подготовочка под костровой. Сейчас посмотрим, что получилось. Как создаются новые решения, которые потом пойдут в серию. В первую очередь делается макет и его тестируем. Далее берем и просто садимся. И если нам кайфово и удобно, то это правильное решение. И здесь реально важен каждый сантиметр. Сидение, спинка, подлокотник. Убери с каждой части по два, по одному сантиметру и уже результат будет другой. Как мы делаем электроподготовку в беседке. Это самый обычный гофра 16 миллиметров. И самые обычные клипсы. Стоит недорого. Монтируется за 5 минут. И выглядит очень достойно. Уже сейчас видно, какая получается картинка. И в следующем обзоре мы обязательно приедем и посмотрим, как все это получилось. Тем более у нас уже, можно сказать, на финише интерьер. Заканчивается отделка и мы начнем заносить мель. А на мой взгляд это самое интересное. Выставочный дом в Графском. Откуда я частенько веду съемочки для инстаграма и ютуба. Здесь сейчас формируется беседка, костровая зона и вообще полностью все благоустройство. Полностью уложена террасная доска по периметру дома. А также и на задней части участка. Здесь будет зелень с подсветкой. А дальше идем к зоне, где располагается купель. Так как еще не решен вопрос с купелью, это место мы детально не прорабатывали. Оставили на потом. А вот беседочка у нас, как всегда, типовая. Много открытых зон. Кровля специально сделана в разбежку. Рейка с зазором. Это все дает большой простор и свет. И у вас всегда есть прекрасный вид на участок. Сама беседка делится на три зоны. Здесь мы отдыхаем. Место для релакса. Низкий диванчик и низкий столик. Расслабились и смотрите, кто чем занимается. Обеденный стол на 8 персон. А можно и более. Всегда хватит для большой компании. В этой зоне располагается кухня. Мойка со смесителем. Видно водоподготовка. Сверху полка. Газовый гриль. В итоге здесь помыли. Здесь приготовили. Здесь подали на стол. Посмотрите, сколько света и пространства. Находиться в такой беседке просто кайф. А вот и костровая зона. Подготавливаем армокаркасы для бетонирования. Они заготавливаются всегда заранее. И потом уже укладываются в готовую опалубку. Кто видел наши выпуски, знает, что у нас, как правило, костровая зона тупиковая. То есть здесь нету прохода. Но в данном случае у нас совсем другая концепция. Обратите внимание, вся терраса полностью закольцовывается. Поэтому принято было решение сделать костровую зону проходной. Вниз будут две ступени. Посередине костровая чаша. С двух сторон, где у нас сидение, располагаются дровники. И сюда мы укладываем дрова для поддержания огня. Костровая зона выполнена в нише. Это добавляет определенный уют, когда вы в ней сидите. А также функциональность вот этой части спинки. Она может использоваться в трех случаях. Во-первых, просто облокотиться. Во-вторых, вы можете сюда поставить любые напитки и питание. Использовать как столик. А также подойти с другой стороны и просто на нее сесть, как на скамеечку. Мы везде используем доску под опалубку. Хотя могли использовать фанеру. Она используется для того, чтобы на бетоне после съема опалубки отпечатывалась структура дерева. С последнего раза доделали костровую зону. Установили очаг. Дровничок под сидением, как я ранее и говорил. Присели и наслаждайтесь теплой компанией. Сюда напитки и закуски. А если кто-то хочет к вам подойти с этой стороны, он использует ее как скамейку. Вот так выглядит текстура дерева на бетоне. Далее мы установили вспомогательные дорожки, которые второстепенные. Они не нужны постоянно, как терраса. Но также сюда можно подойти и использовать дополнительные выходы. Приступили к сбору кухонной зоны. Сделали монтаж водоснабжения. Здесь будет смеситель с подогревом. Проверим, как работает водичка. Включаем кран. Все работает. Гидрант. Он круглогодичного пользования. Мы сейчас открываем кран. И на глубине полтора метра открывается запорная арматура. А когда закрываем, то через специальный дренаж на той же глубине вода сливается в грунт. Так получилось, что этот выставочный дом у нас покупали. Пришел клиент, которому мы не смогли отказать. И мы в ближайшее время будем переезжать в Павловск. И там будут встречи, презентации и продажи новых домов компании Лофтхаус. Лофтхаус М125. Самый популярный дом в 2023 году. Их строилось больше всего. Здесь уже сейчас выполняется отделка. Покажу, что мы сделали. Входная группа стеклянная. Может быть глухая. Выбирает каждый заказчик сам. С правой стороны слаботочные и силовые щиты. С левой стороны котельная. Все решения типовые нашей компании. Мы устанавливаем бойлер косвенного нагрева 200 литров. С возможностью подключения электричества. Гидробак. Котел. В данном случае электрический. Обвязка котла, а также всего оборудования. Выполнено полипропиленом. Самый экономичный и простой вариант. Коллектор теплого пола. Трубы теплого пола. Потом будет укладываться галька. Очень красивое и интересное решение. Покажу, как будет в реализации. Здесь будут располагаться сервоприводы. Которые управляются блоком управления. И вы находитесь в какой-либо комнате. На терморегуляторе уставляете нужную вам температуру. А далее сервопривод либо закрывается, либо открывается. В этой котельной декоративная штукатурка темного цвета. А так выглядит уже уложенная галька в нишу. На мой взгляд, интересное решение. Небольшой лайфхак, как можно экономить в зиму на отопление. Берем дрова и топим камин. Температура в помещении нагревается. И терморегулятор это видит. И выключает сервоприводы. Таким образом, пока горит камин, котел не работает. И вы экономите на отоплении. Далее коридор. С левой стороны три спальни и санузел. Планировочку покажу. С правой стороны большая гостиная и кухня. Со вторым светом. Здесь мансардная кровля. Панорамное окно с выходом на террасу, где располагается беседка. Панорамное окно рядом с обеденным столом. И окошечко в зоне кухни. Рядом с кухней кладовая. Далее идет ниша под холодильник. Достаточно большой. А сверху зона хранения. Эта зона хранения формируется за счет глубокой ниши. И свободного места, которое сверху. Кладовая четыре с половиной метра квадратных. Есть свое окно, которое можно открывать и проветривать. И высокие потолки за счет мансардной кровли. Эта декоративная структурная штукатурка сразу полностью отколерована. И плюс она антивандальная. То есть ее очень сложно поцарапать. Она легко моется. Но даже если вы ее повредили, так как она вся одного цвета, то на ней практически не остается следа. Санузел с душевой. Выполнена гидроизоляция. Сейчас сделаем монтаж плитки. Она в двух цветах. Здесь под камень натуральный. А здесь под бетончик. Замена полотенца сушителя. Если вы не хотите видеть посторонние предметы на стене, прекрасный вариант. Прямо на стену вешаем халат, полотенце, все что угодно. Оно очень быстро высыхает. За счет электрических теплых полов. И стоимость такого полотенца сушителя гораздо дешевле, чем электрического или водяного. Мастер спальня. В этой части комнаты панорамное окно. А рядом с гардеробной форточка. При таком расположении оконных изделий всегда много света. Проходная гардеробная. С левой и с правой стороны зоны хранения. А далее мы попадаем в уютный санузел. Тоже 4 метра квадратных. Инсталляция раковина. Плитка кабанчик. Над инсталляцией будет встраиваемая мебель. Зона хранения. Ванна 1700 на 700 устанавливается между двух стен. Душевая гарнитура. Да и в принципе все. Сверху над плиткой будет выполняться окраска. Какая же разница в стоимости между типовым и индивидуальным строительством. По работе это будет 20%, а по материалам 10%. Такая экономия осуществляется за счет оптимизации строительных и закупочных процессов. Также вы не занимаетесь проектно-смертной документацией. Она же вся готова. Вы вообще не тратите на это время и деньги. Также не занимаетесь планировочными решениями, выбором плитки, затирки и прочей ерунды. Просто подписывайте договор и занимаетесь теми делами, которые считаете нужным. Это может быть работа, отдых или все что угодно.